Международная академическая школа Одесса провела первый в истории учебного заведения День открытых дверей. Гости инновационной школы были впечатлены современной инфраструктурой. От просторных классов с интерактивными дисплеями до спортивного комплекса с двумя бассейнами и уютного школьного кафе. Одна из главных особенностей – акцент на духовном воспитании подрастающего поколения. Факультативно, по желанию, дети могут изучать христианскую этику. В школе два храма – преподобного Сергея Радонежского и Иоанна Богослова. День открытых дверей в школе будущего, безусловно, запомнится надолго и детям, юным целеустремленным одесситам, их родителям и, конечно же, организаторам этого мероприятия, учителям учебного заведения и его руководству. На историческом событии побывала наша съемочная группа. В жизни каждого образовательного учреждения все когда-то бывает в первый раз. Такие мгновения запоминаются надолго и занимают достойное место в истории становления школы, университета, детского сада или колледжа. Первый набор, первое занятие, первый звонок, первый выпуск. 27 февраля такое знаменательное событие произошло в жизни совсем юного образовательного комплекса Международной академической школы Одесса. Первый день открытых дверей в школе будущего. Очень важно, что мы провели день открытых дверей в Международной академической школе именно сегодня. Пришло огромное количество будущих учеников. Знаете, мы ее строили с любовью в эту школу. Мы вложили сюда и строительство, и в отделку, и в организацию учебного процесса, душу. И вот сегодня имеем светлые, комфортные, хорошие классы. Мы имеем бассейн, мы имеем кафе школьное, мы имеем телеконцертный зал, мы имеем храм, чего нет ни в одной школе Украины. И я горжусь именно этим проектом. Вы знаете, вот начиная от школьного нашего кафе, заканчивая спортивным залом, мы показываем, что можно сделать. Главное, чтобы было желание. Остались в прошлом те времена, когда школу выбирали просто по микрорайону, поблизости к дому. Сейчас большинство родителей подходит к этому вопросу гораздо более ответственно, взвешивая все, даже то, какие кружки и дополнительные занятия предлагает школа. В ходе Дня открытых дверей президент Международной академической школы Одесса Сергей Кивалов рассказал гостям учебного заведения о главных достоинствах школы будущего. В каких условиях здесь будут учиться и приобретать необходимые жизненные навыки дети. Также были представлены учителя начальных классов, различных предметов и администрация школы. Затем свое выступление продемонстрировала школьная команда по чирлидингу. Здесь всегда тепло, светло и уютно. И что не менее важно – безопасно. Учителя, чтобы работать в школе, прошли специальную переподготовку. Обучение – это не только о внешнем виде здания, профессионализме преподавателей, материально-технической базе, но и об атмосфере, в которой чувствуешь себя как дома. Проводя анализ по школам Одессы, по школам Украины, мы можем посмотреть, что действительно эта школа необычная, она и с духовным уклоном. В этой школе есть храм. Она оборудована очень современными технологиями. У нас в школе есть бассейн, есть спортивный зал, которым, допустим, у нас бассейн – это как обязательный урок, как урок физкультуры. Шахматы также – это как обязательный урок в программу входит. Мне кажется, такие вот предметы, они разнообразно ребенка развивают и помогают ему найти какие-то свои сильные стороны и, возможно, указать на какие-то свои слабые, в которых он может усовершенствоваться. Ну и, конечно, такая разносторонняя развитость ребенка. Сегодня очень радостный день. В Международной академической школе Одесса прошел день открытых дверей. Было очень много желающих посетить наше мероприятие. Мы вели предварительную запись и откликнулось очень много желающих. Международная академическая школа Одесса – это уникальное учебное учреждение, которое не имеет аналогов ни в нашем городе, ни в Украине, ни в Европе. В нашей школе есть современный оздоровительный комплекс и в нашу учебную программу входят занятия в бассейне, которые являются бесплатными для наших учеников. Также у нас всевозможные спортивные секции были открыты. Наши детки могут заниматься и боксом, и чирлидингом, и большим теннисом. Казалось бы, еще вчера изображенное на чертежах здание сегодня уже полноценно функционирует. Ученики за партами внимательно слушают своих преподавателей. Пространство, дружеская атмосфера и готовность к работе. Традиционно английский, немецкий, французский, испанский, китайский. Вот мы нашли таких преподавателей, платим им заработную плату, они преподают эти дисциплины. Я хочу, чтобы наши дети в школе изучали десяток разных иностранных языков. Я думаю, что и арабский они должны тут изучать. Я думаю, что и в Одессе не изучать евриты – это тоже неправильно. Отметим, что в Министерстве науки и образования Украины сегодня только предлагают ввести в школах уроки по морали – основы христианской этики, библейская история и христианская этика. А в Международной академической школе Одесса дети уже изучают данные дисциплины факультативно, по желанию. При школе построены два храма – преподобного Сергия Радонежского и Иоанна Богослова, где детям прививают духовные ценности. Очень радостно и отрадно, что в этой школе существует такой предмет, как основы христианской этики, когда подрастающее поколение имеет возможность с самого раннего возраста впитывать духовные основы. И вот на каждом уроке с большой радостью ребята слышат слова о Боге, о истории христианства, о церковных праздниках, святых. Международная академическая школа Одесса – безусловно, лучшее учебное заведение в стране для всех детей, в том числе и с особыми потребностями. Подъездные пандусы, лифты, специально оборудованная парковка, санузлы. Пропускная система устроена так, что максимально учитывает потребность учеников с трудностями передвижения. Образование без границ – один из главных девизов школы будущего, который полностью реализован на деле. Зачастую школы все они старого образца и даже невозможно преодолеть этих нескольких ступенек, чтобы зайти в эту школу. Они неудобные, недоступные. Из-за этого дети, как правило, с всякими нарушениями двигателями и так далее, вынуждены находиться на домашнем и инклюзивном образовании. А мы больше хотели, чтобы она посещала школу, это общение с детьми. Мы обошли много школ, разные смотрели варианты, но остановили свой выбор, конечно, только на этой школе. Это для нас идеальный вариант. Альтернативы этой школе нет. Здесь полностью доступная среда для таких детей за счет того, что начиная даже от парковки, элементарно оборудована парковка. Есть пандус для въезда в школу, есть лифты. Нету порогов каких-то, которые мешают преодолеть какие-то расстояния. Очень удобно. Она себе просто здесь чувствует комфортнее и спокойнее. Так бы нам пришлось бы ее брать на руки каждый раз, поднять на ступеньки, опять посадить в коляску. А здесь этого нету, если ей так легче. Арине буквально недавно исполнилось 6 лет. И сейчас она активно готовится к первому классу в Международной академической школе Одесса и посещает подготовительные курсы. Будущая ученица отмечает, что чувствует себя в школе очень комфортно. Лифт очень классный и даже по ступенькам не надо подниматься. Ни одного парвошка даже нет. Поэтому мне эта школа даже очень нравится. Ученица первого Б-класса Международной академической школы Одесса Элина Боярчук – талантливый, светлый ребенок. У девочки с рождения проблемы со здоровьем. Однако это не повод лишаться возможности получить достойное, качественное образование. Президент Международной академической школы Одесса Сергей Кивалов вошел в положение семьи. И сейчас Элина Боярчук получает образование на полностью бесплатной основе. Я до первого сентября приходила сюда и мечтала зайти сюда и учиться. Очень хотела. Это моя мечта. Просто была огромнейшая мечта. Семь лет назад, когда Элечка у нас родилась, с патологией недоразвития ручки и ножки. Ее первые шаги уже были на протезике. Мы уже тогда начали задумываться, где бы нам хотелось, чтобы она училась, чтобы эта школа соответствовала всем условиям, чтобы она чувствовала себя комфортно. Об этой школе нам рассказала Елена Николаевна Вероновская. И мы сюда попали на экскурсию. Просто влюбилась в нее сразу. Ее масштаб и все условия. Нам очень захотелось здесь учиться. И я понимала, что здесь оплата мы не сможем позволить себе. Мы обратились к Ивалову Сергею Васильевичу с просьбой, чтобы Элина училась в этой школе бесплатно на социальной основе. Сергей Васильевич пошел нам на встречу. Лично перезвонил Елене Николаевне и сказал, что Элечка зачислена и будет обучаться полностью бесплатно. Вот мы уже полгода учимся. Все расходы Сергей Васильевич взял на себя. Мы ничего не платили. Первый сентябрь просто праздник для нас, для Эли, для всей нашей семьи, что мы зачислены и Эля учится в этой школе. Мне еще нравится в этой школе то, что нам попалась очень хорошая учительница. Она очень добрая. Проучившись в этой школе уже полгода, я могу без преувеличения сказать, что это лучшая школа в Украине для обучения деток. И я хочу поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова, что дал нам такую возможность обучаться бесплатно. Я хочу сказать, что Эля себя чувствует в классе, в коллективе прекрасно. К ней нет никакого предвзятое отношение, что она там бесплатно, а кто-то на платной основе. Все детки равны, все дружны, нет никаких проблем. Как говорят учителя, Элина очень старательна и проявляет большие достижения в учебе. Эля очень светлый, яркий ребенок, очень стремится к знаниям, стремится к учебе. Очень хорошо общается с коллективом, с учителями, показывает довольно высокие результаты в обучении. Очень радует, всегда позитивная, всегда радостно приходит в класс, открыто к общению, узнавать что-то новое. Всегда очень многим интересуется. Работать с ней большое-большое удовольствие. Для деток с особыми потребностями здоровья крайне важны правильные физические нагрузки. Одним из самых эффективных занятий является плавание. При этом обязательное строительство бассейнов при школах предусмотрено национальной программой президента Владимира Зеленского. Большая стройка, которая сейчас находится только на начальном этапе реализации. Но в школах, где следуют новым тенденциям и направлениям, такие бассейны должны быть уже сегодня, что и было предусмотрено изначально при строительстве Международной академической школы Одесса. При этом построен не один, как заложено в нынешней программе, а сразу два бассейна. В школе будущего есть олимпийский бассейн с шестью дорожками и трибунами, с современной системой очистки воды и специальными насосами, которые наполняют бассейн артезианской водой из подземного озера. Кроме основного большого бассейна, есть и малый бассейн, где могут заниматься ученики младших классов. В школьный спорткомплекс входит огромный спортивный зал, а также строится летний крытый спортивный комплекс. Во-первых, это большой полноценный 25-метровый бассейн. Нам полностью удобно на коляске попасть в него, не преодолевая никаких ступенек, порогов. Это очень важно у нас. И плюс к тому, что Арина очень любит плавание. Нам очень будет хорошо, что после учебы мы можем сразу заниматься здесь плаванием. Мы следили за строительством этой школы, знали приблизительно, что планируется, что будет. И да, по всем рассказам, это школа будущего. Поэтому хотелось посмотреть реально, своими глазами, как может быть, как могут учиться дети, какое получать образование. А ребенку, да, она хочет в бассейн, она увидела, она хочет плавать, так что это будет первый класс, я надеюсь. Передовые технологии использованы для обеспечения безопасности учеников и персонала учебного заведения. Кроме поста охраны предусмотрены специальные карты для входа. Они есть у каждого ученика и сотрудника. Это специальные бесконтактные карты, которые прикладываются к считывающему устройству на входе в учебный корпус. Родителям при этом сразу приходит специальное уведомление, которое показывает, что ребенок пришел в школу или покинул ее. В день родители могут получать до 20 таких уведомлений и, таким образом, знать о всех перемещениях своего ребенка. Для системы биометрической идентификации было приобретено самое современное оборудование лучшего мирового производителя Закотека. У каждой карты есть свой уровень доступа – ученик, преподаватель, сотрудник школы. Но в случае пожарной тревоги предусмотрено автоматическое открытие всех помещений для оперативной эвакуации. Я, зная, с каким знанием дела Сергей Васильевич относится вообще к своим проектам, мы видим и юридическую академию, и Международный гуманитарный университет. И то же самое я могу сказать про школу, я еще ее всю не рассмотрела, но уже я просто вижу, какой тут подход. Меня, например, очень волнует, чтобы были экологически чистые материалы. Потому что я тоже всегда, когда делаю ремонт, всегда на это обращаю внимание. Плюс меня очень волнует также безопасность ребенка. Тут вот я услышала 240 камер, вот то есть можно не волноваться и знать, где находится мой ребенок. Среди главных преимуществ школы будущего над другими учебными учреждениями Одессы родители будущих учеников Международной академической школы выделяют оборудование. Заинтересовать учащихся на занятиях с помощью смарт-борда 87 дюймов диагональ стало гораздо легче. Да и сами будущие ученики остались от интерактивных дисплеев в восторге. В школе отмечают, это не только удобный и простой способ объяснить новую тему, но и дать возможность детям повзаимодействовать с той или иной интерактивной программой. По нашему мнению, это, наверное, лучшая школа в Одессе. Ее даже не нужно рекламировать. Мимо нее проезжаешь и это просто вау. И мы решили вот сюда приехать. Самоотношение, госеприимство, ну я думаю, это тоже немаловажно. Сами как оборудованы классы, все-таки по современным технологиям, да, нет уже той тряпки и мела, ну, как учились мы, например. Мне нравится здесь очень сильно учиться. Урок шахмат я по-оддельному люблю. Мне нравится, как ведут уроки, как здесь рассказывают, и учителям нравится. Школа, в принципе, мне безумно нравится. Мне нравится, как здесь готовят, вообще мне нравятся уроки, как здесь проходят. Учителя очень привыкливые. Мне здесь все абсолютно нравится. Очень уютно и чувствую себя как дома. В школе учтено все, чтобы ребенок мог находиться на территории учебного заведения в течение 12 часов. Для того, чтобы такое длительное пребывание вне дома было комфортным для школьника, созданы все условия для отдыха и качественного питания. В образовательный комплекс входят учебные корпуса, школьное кафе, киноконцерт-холл, различные кружки, секции и студии. Планируем перейти в эту школу, в третий класс. Пришли ознакомиться с учителями, с изданием. Первое впечатление впечатляет. Только мы зашли на территорию, мы как будто попали в Европу. Ощущение удивляет. Сразу своим размером, масштабом. Она очень большая, красивая. Тебе бы хотелось тут учить? Да. Когда мы с супругом пришли и записали деток на подготовку, то с первых, ну, наверное, даже, я бы сказала, минут занятий мы по детям увидели, насколько им это нравится. Домашних заданий не задают. Но дети наслышаны от своих друзей. Ну, от нас, наверное, что домашние задания в школе нужно выполнять. Приходя домой с учебниками, они говорят, нет, мы должны сделать домашнее задание. И вот они ищут какие-то там упражнения или там что-то не доделали, чтобы сделать домашнее задание. Вот это в кайф. То есть, когда ребенку не нужно говорить, что завтра мы идем на занятия, в ответ слышишь, что нет, я не пойду. Они сами готовят вещи, они помнят расписание, идут они с удовольствием. Почти 10 лет назад у президента учебного учреждения Сергея Кивалова возникла идея о создании уникального образовательного комплекса. За окном 2021-й. И еще через 10 лет сегодняшние маленькие первоклассники будут готовиться к выпускному году, получив необходимый запас знаний и жизненный опыт в образцовом учебном заведении Международной академической школе Одесса. Класс.